Приветствую всех! С вами, как всегда, я, Флокси из клана Трибунал и это новости прошедшей недели. Новый цикл Великой Олимпиады начался с 1 июля, а это суббота, поэтому в этом месяце в неделю можно сразу летать по 25 боев в пятницу и субботу. Так вот, начало второго лимита Олимпиады пошло не по плану и сервер подвергся DDoS-атакам. Начались дисконнекты и те, кто летал на Олимпиаду, вылетали, находясь на аренах и теряли очки. После того, как Олимпийцы начали бить тревогу в Дискорде, администрация проекта сразу же дала анонс о том, что первый день второго лимита будет аннулирован. Все ожидали среду, ведь это предвещало плановый рестарт, во время которого проводятся технические работы, а также выбрасывается анонс о проделанной работе и вводе ряда изменений. И на этой неделе во время технических работ флудеры в Дискорде поделились на два лагеря, ждущие аппо-магов и те, что ждут информацию о том, в каком формате будет добавлено оружие дракона и способ их получения. Залетел анонс на удивление ровно тогда, когда начались технические работы, а не за 5 минут до их завершения. И что же мы увидели? Кратко пройдемся по списку. Сервер запустили на третьей стадии, а это означает, что рейды сервера были скорректированы в соответствии со стадией. Уровень эпических рейдовых боссов был увеличен до 120 уровня, а в дроп к эпикам были добавлены болванки и когти дракона. Ну а в игровой магазин завезли расходку по 5 и 10 долларов соответственно. Умейте! Могете просто! Либру продлили до 19 июля. Видать для тех, кто за 10 лет игры в Lineage 2 так и не определился с классом, на котором он хочет играть. Премиум магазин потерпел изменения, которые явно сильно скажутся на новых игроках. Позиции магазина стали дороже, такие как песочные часы Гомункула, свиток счастливого роста, красное зелье Фипса и карты Тара. Долгожданный апмагов оказался провалом, сломали механику основных магических умений. Какой ты маг теперь, разницы нет, потому что отрицательных эффектов от скилла Взрыв Стихий также нет, и он является соло таргетным скиллом. Единственный плюс, это плюс 50% магатаки от умений Эссенция Маны. В общем ждем хотфикса и курим в городе. После открытия коробок, многие были недовольны шансами получения трофеев из акции Мистический Сундук Дракона. Администрация решила сделать неплановый рестарт с увеличением шансов, а также с уменьшением стоимости лутбокса с 250 до 125 монет за штуку. И выдала компенсацию тем, кто покупал данный лутбокс. Вроде как все остались довольны. А на этом у меня все новости на сегодня. Подпишись на канал и не забывай залетать на мои стримы на Трово.